У Игоря Сискевича на Украине живёт много родственников. За время народных волнений он не раз их посещал. Последний раз сочинец выехал из города 23 июня. После 10 июля связь с ним пропала. На следующий день СМИ Украины распространили сообщения о задержании Сискевича. Как оказалось, сочинец пытался организовать гуманитарный коридор, помочь жителям Донецка, в том числе и в эвакуации воспитанников детского дома. При попытке вернуться обратно в Россию, Игоря Сискевича задержали пограничники. При себе он имел удостоверение члена ДНР и литературу, которую издают в непризнанной республике. Я возвращался сюда для того, чтобы здесь вплотную организовать гуманитарную помощь непосредственно для Славянска и для Семёновки. Почему? Потому что, когда наблюдаешь и видишь, то есть объявляют о том, что перемирие Порошенко объявляет, а здесь забрасывают Славянск и Семёновка. Особенно Семёновка. Это не тот стратегический пункт, который можно было бомбить. А простой населённый пункт стратегического никакого отношения не имел. Забрасывали минами, фосфорными бомбами и так далее. Да, да, да. Это куски мин и дротиков. Несколько дней Игоря Сискевича продержали в Запорожском СБУ, где предъявили обвинение по статье «Создание или участие в террористической группе». 16 июля ему предоставили адвоката. После встречи с ним сучница отправили в больницу, где провели операцию на лёгких. Из больницы Игорь Сискевич был доставлен в фильтрационный пункт в Харькове. На следующий день сучница и ещё двое граждан России были вывезены на границу с Россией и отпущены. Сейчас в планах сучница поправить своё здоровье.